Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал Дом и Сад. Меня зовут Александра. В этом видео я хотела бы поделиться с вами своими планами о том, что я буду сеять в январе на рассаду. И не только из овощей, но и из цветов. И хочу поделиться с вами своими планами. Почему именно сейчас, в январе? Может быть это рано, некоторые скажут. Но я скажу, что есть несколько нюансов, о которых надо помнить, прежде чем сеять. И для определенных растений они имеют очень важное значение. Поэтому я и сею эти семена именно в январе. Ну что ж, давайте приступать. Что можно сеять на рассаду в январе, в новом сезоне? И какие овощи и цветы можно и нужно посеять в январе? Обязательно ли сеять в январе? Нельзя ли немножко подождать, пока станет теплее и более солнечно? К сожалению, если вы хотите вырастить красивые и мощные растения из некоторых семян, то мой ответ отрицательный. В длинном списке овощей и цветов есть такие, которые имеют довольно длинные сроки выращивания. За счет раннего посева в январе вы сможете получить урожай или цветение раньше, уже в начале лета, а не ближе к осени. Еще один нюанс, который можно решить в январе, это стратификация семян. Этот садоводческий прием нужен для улучшения всхожести, но он очень удлиняет весь процесс выращивания растений. Поэтому январь и февраль – лучшие месяцы для посева семян таких растений. На моем календаре вторая половина января, новый огородный и цветочный сезон у меня уже начался. Поэтому я хочу рассказать о том, какие семена овощей и цветов можно и нужно посеять на рассаду в январе. Если вы хотите получить рассаду ранней весной, имеете отапливаемую или неотапливаемую теплицу, вы можете выбрать как однолетние, так и многолетние культуры. Что же можно сеять на рассаду в январе? Овощи. Семена овощей, которые можно сеять уже в январе, это в первую очередь сладкий перец. Сладкий перец имеет длительный период вегетации. Сортовые виды сладкого перца, как правило, формируют растения и первые плоды за 100-110 дней. То есть нужно не менее 3,5-4 месяцев, чтобы увидеть первые плоды перчинки. А вот ранние и ультраранние сорта могут порадовать первыми плодами уже за 60-65-70 дней с момента посадки рассады на постоянное место. Кстати, о том, какие ультраранние сорта и гибриды я буду выращивать в этом году, я уже рассказывала. Видео есть на канале, ссылка сейчас появится на экране. С учетом этих сроков, самое время сеять сладкий перец на рассаду, если вы будете выращивать его в отапливаемой теплице. Сладкий перец входит примерно через 7-10 дней с момента посева семян. Чтобы семена хорошо взошли и растение было здоровым, я обычно обеззараживаю семена в растворе перманганата калия, марганцовки, а затем слегка просушиваю и сею в легкий влагопроницаемый грунт. Держу семена для того, чтобы они быстро проросли в тепле, при температуре примерно плюс 25 градусов Цельсия, в условиях парникового эффекта, почва должна быть теплой и влажной. Как только семена взойдут, понижаю температуру на 5 градусов и обеспечиваю хорошее освещение. Так молодые растения не вытянутся и окрепнут. А далее жду, пока появятся 3-4 листики и приступаю к пикировке, чтобы развить мощную корневую систему у молодого растения. Другие овощи, томаты, баклажаны, огурцы, лук на перо сеять пока рано, к ним вернемся в феврале и начале марта. А вот пряные травы, салат, шпинат, кинзу, укроп, посеять в январе можно, но в небольших количествах, чтобы потом вырастить или на подоконнике, или в парнике. Все эти растения холодостойкие, выдерживают даже небольшие заморозки до минус 2 градусов, всходят очень быстро, если семена свежие. Кроме укропа, конечно, его семена лучше обдать горячей водой для быстрой всхожести. Так что можете поэкспериментировать. Теперь, что буду сеять на рассаду в январе из цветов. Тут список довольно обширный, потому что многие однолетники также имеют очень длинный период вегетации. Поэтому их семена нужно сеять как можно раньше, чтобы насладиться цветением уже в начале лета, а не в его конце. Почему же вегетационный период у многих наших любимых цветов столь длинный? Потому что они пришельцы из субтропических тропических широт, где растут как многолетники. А к нам они пришли, чтобы стать однолетниками. Не выдерживают холод, страдают от недостатка света и тепла. Поэтому нуждаются в тепличных или комнатных условиях выращивания в холодное время года. Первые в моем списке посева цветов в январе – ампельные однолетники. В их числе – ампельная петуния, ампельная вербена, ампельная пиларгония, ампельная лобелия и ампельная виола. Слышали о таких? Всем этим красивым однолетникам нужно время, чтобы нарастить длинные побеги цветоносы, на которых и будут формироваться цветы. Теперь по порядку. Под первым номером вербена ампельная. Вербена – это однолетнее растение, которое можно выращивать из семян и черенковать. Вербена любит солнце, поэтому перед посевом определитесь, где будет место для кашпо с вербеной или участок на солнечной клумбе. Посеять семена вербены лучше в январе, чтобы растение сформировало длинные цветочные побеги к началу лета. А для пышного цветения растки вербены нужно прищипывать. Под вторым номером питуния ампельная. Эти однолетние цветы довольно долго формируют длинные и гибкие побеги, поэтому они нуждаются, чтобы их семена имели больше времени для роста. Как правильно посеять ампельную питунию? Для проращивания семян питунии нужно подготовить легкий питательный грунт, наполнить емкости для семян, хорошо увлажнить и посеять питунию на увлажненный субстрат. Через 5-7 дней, если семена питунии имеют хорошую всхожесть, вы увидите первые всходы. Я советую посадить имена питунии сразу в отдельной емкости, это хорошее решение. Ваши растения не будут травмироваться в процессе пересадки, и вы не будете заморачиваться с пикировкой и пересадкой, тратить на это время и силы. Лучшие виды ампельной питунии, которые я выращиваю, это американские гибриды Tidal Wave и Opera Supreme. Лучшие виды ампельной питунии. Под третьим номером семян цветов, которые я буду сеять в январе, лобелия ампельная. Лобелия может быть и однолетником, и многолетником, поэтому покупая семена на рассаду, внимательно прочтите аннотацию на упаковке. Многолетние лобелии это прямостоячие цветущие кусты, которые прекрасно размножаются делением, черенками и семенами. А вот однолетние лобелии обычно выращивают из семян, и их можно черенковать, чтобы получить больше растений, потому что семена сейчас, как вы знаете, стоят приличных денег. Лобелия ампельна это крепкое растение, которое хорошо переносит прохладу и может украшать ваш сад или веранду уже в апреле, если вы живете в центральных географических широтах. Но, чтобы дать ей нарастить цветочные каскадные плети, нужно время, поэтому я и буду сеять лобелию ампельную в январе. У нее мелкие семена, которые хорошо всходят, если их посеять просто на поверхности почвы, накрыть пленкой или прозрачной крышкой и поместить в теплое место. Как только семена проклюнутся, стоит понизить температуру воздуха и добавить освещение, чтобы молодые растения не вытягивались, не стремились найти такую далекую и еще довольно слабую по мощности лампочку – январское солнце в вашем окне. По четвертым номерам – пеларгония ампельная. Еще ее называют почему-то геранью. Уж так укоренилась в обиходе, многие путают пеларгонию и герань. Вообще-то пеларгония из семейства гераньевых, но выглядит она совершенно иначе, чем настоящая герань. Вот так выглядит пеларгония, а вот так – герань. Ампельная пеларгония – это пеларгония плющелистная, многолетник, который растет, как и ампельная питония, разбрасывая свои ветви, украшенные многочисленными необычными цветами. Ее родина – Южная Африка, поэтому мы ее можем выращивать как комнатное растение или однолетник. Цветоводы обычно выращивают эту пеларгонию из черенков, это очень просто и недорого. Черенки продают в садовые центры, рассадники. Расцветки бывают самые разнообразные, но стоят черенки пеларгонии ампельной недешево – около 50 гривен за штуку или примерно 1,5 доллара. Поэтому самый простой и дешевый способ, на мой взгляд, это сеять семена пеларгонии плющелистной в январе, если хотите любоваться этим цветком уже в мае. За 36 гривен или все тот же 1 доллар можно купить целых 5 семян красивой гибридной ампельной пеларгонии, вырастить 5 красивейших молодых растений и получить из них новые черенки для укоренения. Семена обычно покрыты специальной оболочкой для быстрого прорастания, они довольно крупные, как для цветочных семян. Я использую для посева легкий, влагопроницаемый, профессиональный субстрат. Беру небольшие кассеты, семена раскладываю по поверхности почвы и немного вдавливаю. Опрыскиваю теплой водой, укрываю пленкой и ставлю в теплое место. Если семена свежие, хорошего качества, то первые ростки пеларгонии ампельной вы увидите уже через 5-7 дней. Под пятым номером в списке семян для посева в январе виола ампельная и виола крупноцветковая. Виола принадлежит к семейству фиалковых. Обычно это двухлетние растения, но новые гибриды можно выращивать как однолетники. Если посеять семена виолы в декабре или январе, уже этим летом вы будете любоваться в своем цветнике прекрасными цветами. Семена виолы прорастают при температуре плюс 15 градусов, то есть они не нуждаются в особом тепле. Теперь поговорим о том, какие семена нужны сей в январе, которым нужна стратификация. Сначала я хочу сказать несколько слов о том, что такое стратификация. Стратификация это один из способов улучшения всхожести семян, который используют садоводы с древних времен. Простыми словами, это обработка семян холодом в течение довольно длительного времени – 3-4 недель. Дело в том, что некоторые семена нуждаются, чтобы были созданы экстремальные условия, приближенные к природным, в которых растут и размножаются их материнские растения. Одно из таких условий – холод. Холод благотворно влияет на семена гвоздики, лаванды, дельфиниума, клематиса, хвойников и еще многих красивых растений и цветов, которые мы выращиваем. Но стратификации я посвящу отдельное видео, оно будет более обширным и более информационным. Здесь же я хочу рассказать лишь о тех семенах, которые будут сеять в январе, но предварительно подвергну их стратификации. Холод для обработки таких семян можно использовать любой. Это может быть полка в вашем холодильнике с температурой плюс 2-5 градусов Цельсия, или снег на улице, или даже мороз. Главное – длительность воздействия – не менее 2-4 недель, иначе все ваши усилия напрасны, и семена взойдут плохо или вообще не взойдут. Я использую обычно снег. Сею семена по снегу где-то в укромном месте, которое обязательно маркирую, а весной огораживаю и жду всходы. Можно заделать семена, посеянные в прозрачной емкости, в почву, чтобы они там охладились в течение определенного времени, а затем поставить их на подоконник или в парник, там, где хорошее освещение, чтобы проросли. Вот список семян, которые я буду стратифицировать в январе и затем сеять на рассаду. Под первым номером – гвоздика китайская и гвоздика шабо. Гвоздика – это цветок, который очень медленно растет из семян и начинает светение примерно через 6 месяцев с момента всходов. Поэтому семена гвоздики нужно сеять как можно раньше. Также нужна стратификация семян гвоздики, чтобы улучшить всхожесть самих семян. Под вторым номером – гельфиниум. Семена гвоздика очень плохо прорастают и тоже нуждаются в стратификации, поэтому их лучше посеять в январе. Я делаю посев семян гельфиниума на влажной фильтровальной бумаге или на салфетке и отправляю их в холодильник на 3-4 недели. Семена нужно каждый день проветривать, чтобы не образовалась гниль. Как только появились первые ростки, начинаю посадку живых семян гельфиниума в субстрат. По третьим номерам – лаванда. Лаванда – это очень красивое засухоустойчивое растение, которое легко выращивается из семян. Но для семян лаванды тоже нужна стратификация. Стратификацию семян лаванды проще всего сделать путем посева прямо по снегу, в определенном, специально отведенном для этого месте – в саду. Период стратификации семян лаванды – 3-4 недели. Но чтобы не потерять молодые растения, вы можете использовать для стратификации и холодильник. А затем, как только семена проглюнутся, посадить их в торфяной субстрат и выращивать через рассаду. По четвертым номерам – клематис. Красивые, вьющиеся и обильно цветущие лианы клематиса можно вырастить даже из семян. Хотя, согласитесь, такой способ выращивания почему-то большая редкость. Семена клематисов – это такие себе воздушные растения. Воздушные ежики, которые многие неопытные садоводы принимают за цветы. Их тоже нужно стратифицировать перед посевом. Но предварительно я обрабатываю семена клематиса природным стимулятором роста, чтобы повысить всхожесть. Это важно. Ну и в конце этого видео несколько подробных замечаний по поводу того, как сеять семена в январе. Чтобы убедиться, насколько хорошо всходят семена цветов, которые я буду сеять на рассаду в январе и не только, я сею их на поверхность влажной бумажной салфетки. Как только семена цветов распределены на поверхности почвы, для улучшения их всхожести опрыскиваю семена природным регулятором роста. Это может быть и ПИН, или ЭНЕРГЕН, или любой другой регулятор роста для растений, который обеспечивает ускоренное прорастание семян. Чтобы избежать плесени на семенах, я обязательно проветриваю емкости, где стратифицируются или всходят семена. И периодически использую химические и биофунгициды для полива, как только появятся первые всходы. Ну вот, собственно говоря, все, что я хотела рассказать в этом видео, о том, какие я сею семена на рассаду в январе. Спасибо за просмотр, лайки и комментарии. Я рада, что вы подписались на мой канал. Скоро увидимся!